Как что изменилось? Даже по телевизору говорят, что цены абсолютно на все повысились. Все дорого. И мясо, и сыр, и колбаса. Все дорого. И хлеб дороже стал. На кур, например, на мясо. Все повысилось. На молоко. Вот было 70 рублей, стало 79. Но это же дешево, согласитесь. Морепродукты подорожали еще. То, что не привозится из других стран, то и страдает. Резкое подорожание некоторых видов продуктов тверетяне связывают с санкциями на ввоз импортного продовольствия. С момента запрета прошел уже месяц. Рынок успел перестроиться. Вопреки пессимистичным прогнозам, прилавки не опустили. Но достойная замена некоторым продуктам теперь обойдется дороже. В Тверстате причины, по которым цены растут, не расследуют. Однако цифры говорят за себя. Повысились цены на мясо птицы. 5,1%. Свинина подорожала на 4,4%. Рыбопродукты также выросли в цене на 4,1%. В том числе на мороженую рыбу лососевых рыб рост 13,1%. Соленая деликатесная рыба подорожала на 6,8%. Рыбное филе на 6,5%. В среднем в августе цены на продовольственные товары выросли на 1%. Заметно снизили цены на сезонные овощи и неожиданно на несезонные яйца. Как отмечает в Тверстате, с ценами на яйца играют оптовики. Если в июле они возросли на 26%, то в августе снизились на 12%. Помимо яиц подешевели и фрукты. Фрукты и цитрусовые подешевели на 1,6% в августе. Среди них яблоки подешевели на 1,5%. Груши подорожали на 1,5%. Апельсины подорожали на 14%. Лимоны на 20%. Тоже подорожание. Виноград подешевел на 22%. Бананы на 15% подешевели. По итогам августа рост цен на продовольствие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,3%. Согласно данным Росстата в целом по стране, продуктовая инфляция достигла двузначных значений впервые за последние три года. Твертьяне настроены оптимистично. Все-таки подорожали продукты неповседневного спроса. Мы же икру не покупаем. И красную рыбу не покупаем, а самые обыкновенные бокалеи, молоко. А на чем можно экономить? На желудке. Тряпки нам не нужны, а на желудке не наэкономишь. Каких-то там креветок, еще чего-то, морепродуктов меньше. Морской рыбы, конечно, тоже ее и там свежей стало меньше. Ну, так, в принципе, нормально. Можно обходиться и другими продуктами. В Тверстате отмечают, что рост цен – явление постоянное. Цены росли в июне, июле, августе. И вряд ли сентябрь станет исключением. Марина Истраси, Руслан Попов, РЕН-ТВ Пилот.